Если Ахмада Кадырова убил Кремль, зачем после него назначили Рамзана Кадырова и почему Рамзану позволяется намного больше, чем остальным российским комбинаторам? То они ходили с этой линейкой, замеряли усы, сколько там миллиметров они у тебя, их нельзя было брить, они не принадлежали тебе, они были государственные у нас усы, бороду нельзя было носить. Томсо, трудно ли выжить низшим слоям населения в Швеции или квартиру и машину может позволить каждый дворник и простой работяга? Томсо, а правда, что у вас аппараты стоят со снюсом, прям можно купить как сок? Я не знаю, как их можно купить, но такие стенды в магазинах стоят с этим снюсом, это правда. Саламу алейкум, Томсо, почему главный ибрис Чечни и его шайтаны не боятся гнева вечного адского пламени и наказания Всевышнего? Ваалейкум ассалям, потому что они не знают о нем, они не представляют себе, насколько это будет тяжко. И я не говорю, что мы это представляем, мы тоже этого не представляем. Вот этот вот ролик ГУЛАГу нет, выложенный им, вот это, знаете, хорошая аналогия. Пока своими глазами вот это не увидел, я знал, что это все там есть, присутствует, что они это делают. Но увидеть это было очень серьезным потрясением для меня. То же самое и с наказанием, адским пламенем, это то же самое. Если бы мы это увидели, нам бы этого хватило, чтобы больше никогда в своей жизни не делать ничего предосудительного. Проблема в том, что мы этого не видели. Мы не можем себе это представить. Мы об этом говорим, да, мы там можем об этом очень страшно рассуждать, но мы не знаем, мы не представляем себе, насколько это на самом деле страшно. Страшно. Сколько Кадыров будет возглавлять республику Ичкерия, говорит. Этот вопрос, по-моему, просто убил мой мозг. Если Ахмада Кадырова убил Кремль, зачем после него назначить Рамзана Кадырова и почему Рамзану позволяется намного больше, чем остальным российским комбинаторам? Наверное, за смерть отца, за убийство отца перед ним чувствуют свою вину, и поэтому ему дают больше, чем остальным. Как тебе такая версия? Саламу алейкум. Тумсо, почему за бороду уже не дергают силовики? Лет пять назад за нее доставляли в отделы, ставили на учет, в том числе и ты, кому доставили проблемы. Алейкум асалам. Ну, если быть точным, то уже семь лет назад. Шесть-семь лет назад. Я не могу точно дать определение, почему это произошло. Некоторые товарищи здесь, конечно, сказали бы, то есть, если бы я был как они, то я бы сказал, да это я это сделал. Но на самом деле нет. Я не знаю, что на них повлияло. Но в какой-то момент именно вопрос вот этих вот бород, они его как-то отпустили. И наоборот, сами все стали носить бороды. Это стало их визитной карточкой. Почему? Не знаю. То они ходили с этой линейкой, замеряли усы, сколько там миллиметров они у тебя. Их нельзя было брить, они не принадлежали тебе, они были государственные у нас усы. Бороду нельзя было носить на фоне сбритых усов. А сейчас что-то вроде как, смотрю, и усы взбривают. Короче, как-то отпустили они этот вопрос. Тумсо, это твоя заслуга, что нам разрешили носить бороду 100% спасибо тебе? Нет, это неправда. Это неправда. Я же говорю, здесь, если следовать примеру некоторых людей, они любят любые вещи выдавать за свои заслуги. Но я-то понимаю, что это не моя абсолютно заслуга. И у меня нет ответа, я не знаю, почему они это сделали. Может, в какой-то момент просто бывает, прикололись этого. Аллах как-то поменял сердца этих людей и изменил их взгляд на бороду. Тумсо, ведь Даудов обещал, что из розыска снимут себя. Даудов обещал, они прекратили уголовное преследование в отношении меня по статье 208 части 2, Незаконное вооруженное формирование за пределами России. И возбудили другое уголовное дело по более тяжкой статье 205, 205.2, точнее. Это терроризм, публичные призывы, публичные оправдания к терроризму. Терроризма. И по этой статье и срок больше, и наказание строже. И, короче, сейчас они по этой статье пытаются меня преследовать, как обычно Интерпол, в общем, все дела. Тумсо, трудно ли выжить низшим слоям населения в Швеции? Или квартиру и машину может позволить каждый дворник и простой работяга? Ну, квартиру и машину, наверное, не может позволить себе. Бедные люди тоже наверняка есть. Но здесь очень хорошо устроена вот эта вот социальная сфера. И прожиточный минимум тебе обеспечат. То есть, социальные службы. Вообще, в Швеции это такой гибрид капитализма-социализма. Комуны, они здесь играют очень важную роль. Коммунизм, как вы знаете от слова коммуна. В общем, машины, какие-то дорогие гаджеты и все подобное они наверняка себе позволить не могут. Но квартиру, жильем их обеспечат. То есть, бездомных я здесь вообще не видел. Жильем их обеспечат. Прожиточным минимумом их обеспечат. Остальное шиковать они, наверное, уже не смогут. Если хотят что-то покупать, машины, квартиры и так далее, им придется работать. Если будут работать, тогда смогут. Если человек работает, то для него открываются все вот эти вот блага, которые есть там во всем продвинутом мире. Типа рассрочки, там всякие кредитования, ипотеки. Но под благами я имел в виду не ипотеку, не кредиты. Не выносите мне, пожалуйста, такфир. Я имел в виду всякие социальные, короче, льготы, поддержка государства. Это все здесь есть для работающих людей. Но если ты не работаешь, то тебя будут просто давать этот прожиточный минимум. И постоянно тебя будут мотивировать, чтобы ты работал. Здесь тебя так просто так же тоже не оставят. Типа давай вот на социалке, пока не умрешь. Нет, здесь будут постоянно тебе напоминать, тебя будут напрягать всячески. Будут создавать тебе условия, чтобы ты слез с иждивения и стал работать. Если ты работоспособный. Если не работоспособный, если инвалид, допустим, или пенсионер, то в тебе никаких претензий. Ты можешь здесь кайфовать. Ты будешь полностью обеспечен. Тумсу, а правда, что у вас аппараты стоят со снюсом? Прям можно купить как сок. Я не знаю, как их можно купить, но такие стенды в магазинах стоят с этим снюсом, это правда. Здесь, в Швеции, это очень популярная вещь. Ее как бы и мужчины, и женщины, все употребляют этот снюс. И он считается как... Как сказать, допустим, для курения есть отдельное место, отведенное место. Не будет же так, что ты сидишь, допустим, в кабинете или на встрече такой и куришь. А вот снюс это такая вещь, они могут сидеть на деловой встрече, там, совещание какое-то идет. А не раз этот снюс прям во время процесса его закидывают или убирают. Очень популярная тема. Я почти на всех допросах, которые у меня были в полиции, там, в СЭПО, где угодно, на интервью, журналисты, все я здесь наблюдал, они все употребляют и делают это прямо во время процесса. Спасибо. 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 Спасибо.